Друзья, всем привет! Короткий взгляд на рынки, на то, что происходит сегодня. Ну, вчера мы с вами четко поняли, что рынок будет пытаться пробивать вот эти все уровни поддержки, пробил их. Упал, например, на 3%, причем падение было усиливающееся в конце. То ли это были маржин койлы, то ли это было давление крупных игроков. Честно говоря, я не знаю, но, наверное, это не так принципиально. Сегодня фьючерсы на Америку в зеленой зоне. И ощущение, что рынок хочет, в общем-то, попытаться, скажем так, немножко подрасти. Тут есть два варианта. Либо эта попытка захлебнется достаточно быстро, потому что ничего особенного в мире-то не происходит. Ну, посудите сами. Доллар чуть-чуть сделал попытку ослабеть, скажем так, относительно других валют, но неубедительно. А так все остальное, ну да, немножечко пытается отскочить золото, немножко пытается отскочить забитое ногами вниз. Нефть у каждой из субстанций свои причины, не принципиально. Важно сегодня у нас следующее, что настроение у инвесторов не очень, все ожидают закручивания гаек, но есть некоторые факторы, которые мы должны знать. Первое. Безумная перепроданность рынка. Это и технические, это и огромное количество шартовых позиций. Все решили стать шартунами, скажем так. Все поставили нападение. Но вы же понимаете, что как только все на это ставят, рынок преподносит сюрприз и ужас-ужас идет в противоположном направлении. Такой закон. Я не исключу этого. Тем более, что, обратите внимание, друзья, очень много бумаг, очень много. Они настолько сильно просели, что от максимальных значений их нынешние котировки идут с дисконтом, скажем так, процентов 40, 50 и даже 70. И я имею в виду очень серьезные компании с большим кэш-флоу. Означает ли это, что они стали безумно дешевы? Нет, не факт. Но то, что, возможно, назревает хороший отскок, да, возможно. Что может быть триггером этого отскока, скажем так? Что может произойти такое, что вот развернет рынки? Ну, во-первых, сегодня отчет по энергетике, а завтра цифры по инфляции. Вот они очень важные. Если где-то инфляция начнет чуть-чуть замедляться или еще какие-то факторы, мы не знаем, что может быть. Может быть, десятки каких-то факторов непредсказуемых. Но это может быть триггером для хорошего разворота рынков. А учтите, в тот момент, когда шортов на рынке много, шортунов может очень крепко выносить. Так что, друзья, будьте аккуратны. Если есть хорошие шортовые прибыльные позиции, может, имеет смысл частично их и пофиксировать. Я, по крайней мере, вполне возможно, что буду делать это. Прибыль по этим позициям весьма неплохая. Почему бы ее не фиксануть? Всем спасибо.